которая может быть преодолена только с богом если человек качает свою веру если человек доверяет богу полностью то он сможет преодолеть этот порог да сколько тебе лет мне не так много и не так мало все это мои а плохо играть компьютерные игры это грех это просто попусту растрачивать свое время я не считаю это грехом и в библии не написано что компьютерные игры это грех тогда еще не было вообще компьютеров не телефонов если бы все это было дона то наверное до нас бы дошло фотографии иисуса христа до селфи с учениками трапеза там как петр ходил по воде все бы это мы видели своими глазами а так мы это можем видеть только из каких-то фресок из каких-то рисунков и так далее и тому подобное просто бог сказал распределять свое время правильно рационально и делать так чтобы ваша жизнь была примером следовать за иисусом это значит быть чаще всего сами отвержденным человеком который больше думает о других чем о себе а сидеть просиживать штаны играть компьютерные игры зачем когда наш мир такой крутой когда столько здесь всего максимального все живое природа люди а некоторые сидят и просто убивают свое время убивают кстати свое здоровье вы знаете что некоторые даже умирают за компьютером сидя играя в эти игры а кто-то становится психологически ненормальным есть даже игры такие которые за ну заточены на человеческое растление сколько время у нас время обед тикток тоже можно по-разному использовать есть люди которые сидят здесь говном мажутся с унитаза пьют яйца себе голову развивают а есть люди которые что-то хорошее делают в этом мире через тикток поэтому как человек использует какой-то инструмент это рознь понимаете одно использование другое использование это даже как самая один человек идет а грабли бьется башкой и у него шишка а другой берет грабли и гребет и сено вон сгребает поэтому то же самое и некоторые даже вот религии говорят что в телефоне шайтан сидит это зло то же самое с телефоном ты можешь очень много дел делать важных звонков там и у тебя все будет круто либо ты сидишь конкретно завершаешь на каких-нибудь пор на сайтах примеру или сидишь в каких-то сайтах знакомств ищешь с кем бы спариться примерно так проводишь свое время поэтому у каждого человека свое направление и нужно в этом мире таком нашем сложном уметь пользоваться ресурсами правильно мои комменты не читаешь когда я говорю какую-то мысль хочу донести ее до вас я не читаю комменты потому что я буду сбиваться когда уже отключаюсь от своей мысли обращаюсь сюда доброе утро выспалась дорогая сегодня так рано проснулась мне приснился такой сон интересный какой-то такой духовного формата смешанный сон я проснулась и решила все я больше не буду просыпаться в 11 часов дня я буду просыпаться рано я сегодня столько дел уже сделала вообще очень много дел просыпаться рано до того как еще зашло солнце это круто просыпаешься людей еще нет пошел сейчас вообще чуть позже становится тепло да чуть чуть позже как сказать на русском языке как правильно сказать через определенное время станет теплее на улице и уже можно будет выходить бегать да я любила бегать по улицам то есть у меня когда я переехала во владивосток во владивостоке жила уссурийский жила в корее жила я часто устраивала пробежки особенно у меня такая фетиш какой-то был бегать в ночное время особенно в корее это было ну прям круто безопасно я это очень сильно любила и однажды я очень была сильно поражена вот этим своим фетишем своей любовью бегать ночью людей нет и бежишь все освещается в корее очень хорошее освещение улиц всякие вот иллюминашки там вот эти подсветки все горит все мигает я такая бегу выбегаю из своего дома и короче падаю там вот такое как получается порожек был на тротуар и я не ожидала что там прям такое большое расстояние и я короче упала и подвихнула себе ногу ночь понимаете ночь час ночи я звоню своему коллеге я жила в доме одна снимала как и здесь принципе и я звоню своему коллеге по заводу я говорю привет вообще ненавидела кого-то просить о чем-то но это понимаете уже была вынужденная мера я просто лежала я не могла подняться первый раз в жизни я почувствовала такую беспомощность что мне нужно кому-то было позвонить и сказать помоги мне подними меня и занеси меня домой это было эпически и вот тогда я подвернула ногу у меня вот голеностоп очень долго болел но я его полечила с помощью лфк это специально такие группа упражнений на растяжку на разминку на укрепление и знаете многие люди они делают большую ошибку в спорте когда ну это смотря какая травма до понятное дело а когда например они что-то ломают или растягивают терпят какое-то поражение связок они начинают сидеть дома и пытаются полностью ограничить спорты своей жизни это неправильно потому что человек для того чтобы у него все росло восстанавливалась он должен двигаться поэтому если вы когда-нибудь вот прямо примерно в такое фиаско попали вы должны наоборот приложить максимум усилий если не знаете какие упражнения сделать то непосредственно нанять компетентного специалиста который бы вам помог а так сидишь разминаешь всякие вот даже в ю тубе есть но не факт что вам подойдет надо всегда быть вот в таком движении и когда ты просыпаешься утром петушки еще не запели еще вроде бы ночь а вроде бы утро вот этот запас два-три часа свободного времени его в принципе хватает для того чтобы сделать важные дела почитать книгу составить какой-то план на день посмотреть социальные сети да как тот что-то человек кто какой пост выставил да кто как живет кому кого какие интересы да вот этот запас 23 часа времени реально хватает чтобы все 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 сделать прям хочу ввести это в свою постоянную жизнь просыпаться рано ложиться пораньше потому что это реально круто начинаешь чувствовать себя совершенно по-другому я россии живу в селе камень рыболов на дальнем востоке для многих людей было шоком то что я приехала и даже знаете когда я только начала работать в такси здесь местные люди которые на меня еще давно подписаны еще скорее они такие привет а ты чё здесь теперь живешь я такая да это чё ты в этой дыре забыла я такая но это не дыра во-первых вы тут живете как вы можете назвать этот дырой вы здесь живете во вторых я не считаю что это дыра в любом месте где бы я не находилась я везде несу себя и вы тоже везде берете себя также и нужно прокачивать свой уровень энергии свой позитив свое счастье и не думать что вот это какое-то место нету возможностей все плохо у людей которые ну пропали в этой жизни у них всегда все плохо и даже если их поместишься какую-то идеальную среду они везде найдут что-то плохое знаете не даром говорится свинья везде грязь найдет поэтому это как и конкретно про таких людей они поедут за границу они начнут даже много зарабатывать они там найдут плохое начнут обсуждать сюда вернуться обратно на родину им еще станет хуже и они еще больше начнут сеть кого-то негатива поэтому где бы то ни был до село город мегаполис конец света да где-нибудь на куличках там надо везде чувствовать кайф и везде искать какие-то моменты для радости а моментов для радости очень много люди просто не ценят не ценят свою свободу есть люди которые находятся в местах решения свободы и они мечтают о такой жизни как вы у них нету ни комфорта они живут спят на нарах они живут в каменных таких вот как сказать их камерах да в каменных камерах они теряют здоровье многие даже попали туда не по своей воле кого-то неправильно осудили кому-то что-то неправильно присудили и многие люди вот так вот живут много лет 5 10 15 20 живут в тюрьме потом выходит на свободу я видела у меня много таких знакомых есть которые освободились и они намного лучше в плане эмоции в плане какого-то позитива в плане того что они имеют какое-то понимание здравой жизни в плане того что они могут ценить все что у них есть они намного лучше чем многие которые вот здесь на свободе ходят